И то Вес шпули 5,5 грамм, фиксированный индуктор по заводскому здесь. Стоит на шпуле микро и микро гибрид с ней шел, а в щеке стоит полная керамика. Тот же самый 0,8 воблер. Но у меня здесь стоит сейчас метро два шоклидер из флюра. 0,8 воблер. В данном случае, не знаю, и вот эта вот карбоновая моя Аюша, обзоры ее тоже видели. Она очень короткая по сравнению с предыдущей, значит, тестом палки. Жесткая, опасная, мягкая в кончике строй-фаст стримовая палочка. Не знаю, компенсирует ли здесь длинный такой флюр. Он и не большой сам по себе. Может быть, наоборот, гравитация на него. Ну, в данном случае, как стримовый вариант использую. И вот сейчас пытаюсь до те же 15 метров боковым. Ну, какой коротышкой 0,8 его точно не загрузят, чтобы оверхэпом бросать. Поэтому боковым пытаюсь сделать хотя бы 15 метров вот этим воблер. Стримовыми воблерами, там, громовыми. Легко. А вот этот банан 0,8. Это еще не на нуле. Значит, на площадке тоже свежесмазанное. И масло только-только начинает выходить. Я по одному клику приближаюсь. Ну, сейчас. Щелкнул. Ну, эту палку, как я говорил, она, конечно, сложная. Она, во-первых, от грамма. Это не 0,8 не ее. Ее граммом-то, ну, как бы, загрузить. Ой. Ее граммом-то загрузить пожирот. Ее граммом-то загрузить пожирот. Да, узелок был. Да. Я凌кнул вниз. Чуть-чуть не добивая 115 метров. не забывайте удилище короткое плюс здесь конечно 0,8 шнурок шнурка 0,8 но 4 шнурка это не хрен это узел между лидером и шнурком не забивайте от метров 13 причем вот когда чуть более изисто бросаю объяснял что такое в моем понимании хуже как чуть короче ну таким не совсем уж кисти загрузочка чуть больше загрузка пошла и вешаги 3 вот почти 15 но я к чему вот даже можно вот короткий вариант палки другой строй совершенно ну так вот он не грузится сейчас поставлю на ту палку конечно бросить и перебросить ну смысла нет опять те же может быть 18 метров он и сделал с этой катушкой ну просто другая шпуля по другому намотана немножечко другая тормозилка фиксированный индуктор макфорс в данном случае уже не макфорс на тушке прокакалась что-то она плохо крутилась как-то смазывала ее уже глазом чуть выше надо кидать я кстати ветку сломал вот чуть не добиваем не хватает ну разгона не хватает конечно этой палки я уж так рукой удлиняю немного ну по факту ну кстати вот даже пальцем не держу что это самое нет такого инерции здесь да понятно сейчас макфорс если скажу что давайте кликнулись здесь тоже так же клик критичен она изи на нуле бросай ну тут 0 все равно здесь такое чувствуется такое подтормаживание этого фиксированного индуктора в данном случае с этой шпулей вот на этом вот тормозилки на нуле на ипус чуть выше бросил и уже почти 15 метров еще понижая на клик но еще не нот кстати и не ощущаю такого торможения обороты недостаточно чтобы прям включать вот эту пассивную магнитную индукцию чтобы прям ощущалось и естественно нет вылезающего магнита дам ой отскочил почти был 15 метров сейчас попробую как будет 15 метров сразу заслиру ну вот масло раскидалось и все подшипники идеально крутятся вот эти вот микроскопические подтормаживание проскальзывание шаров они их прокатывание как должно быть это все влияет то же самое осевик здесь у меня с небольшим люфтом это может быть это может быть конечно критично но если с пуля зависит в каком-то залипнет в каком-то одном положении то надо вот вот это ответ hello hello доли полосочка в данном случае баланс такой неплохой он перекинут на левую сторону вот 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 он 490 вот ну прям по хвосту получается 15 метров ну и нет смысла ухакиваться там преодолеть ну естественно палка подлиннее вот ту сейчас поставить палку и все и будет те же самые будут в принципе а катушка другая ну вы поняли ну вы поняли или я еще на ноль не опустился опустился это ноль было ну то вот ноль что на изи что 0.8 на этой шкуре я вот тестил что на более мощном броске вот загрузку вот сейчас чуть-чуть чуть-чуть перебросил даже головы не успел забыл ветер тоже перебросим но не загружается палка и левит нет не из-за перетормоза такого явного здесь нету прям чтобы прям левила левит чуть-чуть не загружается не загружается ну можно подкорректирует свои действия так зазыриваем прям в песок кладу катушку как приятные приятные катушки конечно когда она вся такая ручки под себя подобрали там покрасили все и да кстати раз вот чем больше я его держу в руках тем он больше нравится мне да вращение там чувствуется ему надо походить сезон он станет по это самое поверь вот он лубер ну блин ненамного ну метр пятьдесят девять вот он метр шестьдесят ой сто шестнадцать метров на нуле ну инерции не хватает вот рейсовскую попробую в следующий раз она у меня такое ощущение на воде так она перебрасывает естественно она потяжелее там компенсация идет с этой тормозилкой как раз а здесь все на нуле не дает дальше уже торможение пассивное действует на эту шпулю ну а грамм ставить грамм даже вот эти же 0,2 разница как я и зимой и говорил ощутимо прям вот прям ощутимо сейчас поставить грамм а еще я все это стримы выбираем блесеньки например у меня этот шнур был запутанный он где-то какой-то ворс не надо отмазать классный шнур варьес стримовая 4 жилка и пошки не пользуются тоже не намокает не умирает это не сходит а у него пропитки нет они они там сам стрел там все ну а я уже я уже устал сейчас ловить ну туда же летит в принципе банана воблер не забывайте его поведение он то влево то вправо он сейчас пошел это он кстати и не левил а то скорее всего я просто не вижу солнце не знаю попадает скорее всего там направление ну хорошо пошел ну нет смысла ну вы поняли вот вам коротенькая палочка в данном случае вот вот этот вот катушка вот этого шпуля с керамикой может мне хороший керамик попался а на эразе не очень не знаю тоже от китайцев чего ждать можно у них кто так кто так мне вот вроде все неплохие керамики ну посмотрим ну лучше хорошая сталь ну вот понятно да спасибо за внимание